Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста книга «Исход» 1 глава 1 стих, мы рассмотрим такой вопрос, точнее два вопроса. Первый вопрос – разве имена ходят? И второй вопрос – и зачем вспоминать мертвых? Давайте прочитаем книгу «Исход» 1 глава с 1 стиха по 4. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом. Ну, конструкция этого предложения такая, что можно читать, что в Египет вошли имена. «Вошли каждый с домом своим, Рубим, Симеон, Левий и Юда, Исахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир». О чем это говорится? Речь идет о том, что они вошли с этими именами, и они в своих потомках вышли с этими же именами. Очень важно не потерять свое имя, потому что верх ассимиляции – это когда человек меняет свое имя. Я наблюдал нечто подобное среди неопротестантов, которые общаются друг с другом с каким-то легким акцентом, хотя сами москвичи. И если человека зовут Борисом, его называют Боб, если Михаил – Майкл, ну, наподобие того, как это делали стиляги в свое время. Но это мы наблюдаем и среди вот неопротестантов, неопятидесятников. Это состояние некой культурной внутренней миграции. Они еще как бы живут среди нас, но они уже становятся как бы чужими. И пятый стих, окончание пятого стиха сказано «А Иосиф был уже в Египте». Хотя мы знаем, что Иосифу дали египетское имя, но оно здесь не используется. Он – Иосиф. То есть он пришел в Египет как сын своего отца и сын своего народа, и он остается таким же, «А Иосиф был уже в Египте». Иначе непонятно, о чем это уточнение. Мы и так знаем из книги «Бытия», что он был в Египте. Имеется в виду, каким он был, таким он и остался. То есть очень важно, когда мы не впадаем в состояние внутренней миграции и даже находясь в реальной миграции, не теряем своих христианских имен, не теряем своего языка, своего национального и религиозного самосознания. Немножко непонятно, зачем эти имена опять появляются, потому что в книге «Бытия», 46 глава с 8 по 27 стих, эти имена уже называются. И хотя это как бы другая книга, следующая за книгой «Бытия», книга «Исход», но так как эти тексты читаются в синагоге с древних времен, это такой непрерывный процесс, где нет, собственно говоря, деления на книги. Есть деление на 54 части. Повторение имени или удвоение имени означает особое Божье благословение. Мы помним с вами, как Господь обращался к своим избранникам Авраам, Авраам, Моисей, Моисей, Самуил, Самуил. И Бог это делал не потому, что не мог докричаться до них, а это форма как бы особого поощрения, когда Господь несколько раз упоминает имя того или иного праведника. И чтобы выказать им любовь, сыновьям Иакова, Господь несколько раз приводит их имена в Пятикнижии Моисея, вдохновляя на это самого Моисея. В книге Исаии, 40 глава, 26 стих, есть красивые слова. «Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества, и великой силе у него ничего не выбывает». Здесь воинством Божьим называются звезды, и каждый имеет свое имя. И праведные святые – это тоже как звезды. Об этом говорится в книге пророка Даниила, 12 глава, 3 стих. «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Надо сказать, что Христос избирает в себе именно 12 учеников только потому, что у патриарха Иакова было 12 сыновей. И если вы помните, как в книге «Откровение» описывается город, сошедший с неба небесный Иерусалим, то там над воротами имена 12 патриархов еврейского народа, сыновей Иакова, и 12 апостолов Агнца, то есть апостолов Иисуса Христа. Сами имена в понимании христианских и иудейских экзегетов, они всегда говорящие имена в Библии. И если мы берем имя Рувим, то можно его истолковать как «Вот сын родился» или «Презрел Бог на бедствие мое». Имя Симеон, Господь услышал, Левий, прилепление, связь. Собственно говоря, слово «религия» переводится как «связь», имеется в виду связь между Богом и человечеством. Июда означает восхваление, прославление. Дан он судил или оправдал. Имя Нефалим – борение. Имя Гат – на счастье. Имя Асир – к благу, к счастью. Имя Иссахар – награда. Имя Завулон дал Бог в дар сына, и в нем жив отец. Иосиф отнял позор, расширил, прибавил к семье. Можно так понять это имя. Вениамин – сын Десницы или сын Скорби, стал сыном силы, радости. Также иногда понимают как сын Юга. Все вместе эти имена могут означать некое такое древнее Евангелие. «Вот сын родился, ибо презрел Бог на бедствие мое, услышал меня Господь и прилепился теперь ко мне, да будет прославлен Всевышний. Он судил меня и видел борение мое, оправдал и даровал мне радость, благо и награду. Бог дал сына в дар, и в нем теперь явлен Отец. Он отнял мой позор и прибавил к своей семье. Сын Скорби стал сыном силы и дал нам радость». Само слово «радость» мы знаем по-гречески «евангелие», то есть «радостная» или «благая весть». И вот я нашел такой интересный комментарий. Христиане соединили эти имена и получили как бы пророческое свидетельство о Боге Сыне. Такое всегда, конечно, умиляет. Да, когда рассказывается о событиях книги «Исход», эти люди уже мертвы. Но их заслуга, они принесли в Египет свои имена, и они передали их своим детям. Это очень важно. Когда вера, она не затухает на нас самих, когда она имеет продолжение в других людях. И в еврейском народе всегда было такое понятие с древних времен, что если два человека беседуют о божественном, но третий об этом ничего не узнает, а то это было пустословие. Потому что очень важно, когда есть продолжение у каждого духовного явления. И если в вашем сердце ваши дедушки, бабушки, прабабушки, они посеяли веру в Бога, вы обязаны передавать ее дальше. Таким образом, мы устраняем противоречия. Никакие имена никуда не пришли. В Египет пришли люди, которые сохраняли свои имена. А это очень важно. Сейчас, когда за границей оказалось больше россиян, чем во время и после Гражданской войны, очень важно россиянам сохранять свои имена и внушать эту мысль своим детям. Ибо если наша религия, как связь с Богом русских людей, она будет продолжаться, это очень ценно в глазах Творца. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok